привет отриборн продолжаем делать реакцию на анимацию сегодня у нас на очереди x2 dead с его новым видосиком а моя мечта почти сбылась странно почему почти потому что он как я смотрю стоит раком уже в самом начале да думаю должна была бы и сбыться короче погнали смотреть надеюсь будет весело и интересно ай больно эти нога и значит тролль что ли а или клюшка она реально нога больше чем голова ужас больно жил я как-то значит не тужил занимался очень полезными делами осуждаю я такое я сам владелец машины если бы мне такое сделали я бы наверно поймал и убил прям на месте очень очень плохой поступок не люблю таких людей и вдруг в каком-то там году практически у всех начали появляться игровые приставки не успятом 0095 хрена себе у меня игровая приставка появилась наверно года в два денди какая-то до года в два в три помню я играл на самом деле не помню но помню но так как мне дома никто не собирал я ее покупать покупи приставку сколько ему лет было девяносто пятом году если он прям такой по купе приставку мне кажется пешком под стол ходил также как я какую приставку на вот тебе лучше вот такую заставку нормально постоянно сварить еще по кругу летает приходилось падать кому-то на хвост да ладно деньги по моему не так дорого стоило особенно пиратская вот это вот но вы понимаете о чем я думаю она почти у всех было чтоб хоть иногда немного поиграть пристроился сзади я же сказал в начале он раком стоял ну или же ходить в игровые клубы игровые в клубы в девяносто пятом не но в 2000 до они уже начали 2000 были я помню где можно было не только поигран старшаков пахаре частенько ногой получать не знаю по моему я такого ни разу не было стало моей самой заветной мечтой я даже под новый год самая заветная мечта получать по роже от старшиков или чё ты написал письмо но это бородатое чудило 1 января вместо приставки подарил мне мягкие тапки зачем ребенку дарить мягкие тапки странные родители сраник какая-то вообще в них даже не поиграешь неподалеку где-то в среднем дворе жил один типок типа друг полуушлепок это как это так ну на день рождения подарили приставку а он не хотел приставку а хотел велосипед странный какой-то а у меня как раз был велосипед махнемся не глядя а уж тапочки задать приставки в общем договорились мы с ним об обмене но так как этот типом немного гниловат всегда всех придавал и залаживал решил я значит что перед тем как отдам ему велосипед немного так сказать усовершенствую его короче снял я седуху и руль и в отверстие по запихивал всяких гнилых помидоров картошку в общем все что было дома в мусорном ведре натолкал туда какой-то странный поступок а если бы он в конце концов тебя не предал а ты уже взял его это так подставил ну думаю как-то маловато будет в общем снял покрышки и в камерах понаделывал штук так по 30 дырок и типа он не поймет что ты ему дал велосипед с дутыми колесами таким удовольствием это делал дырка 1 дырка 2 дырка 3 ляпота осуждая вообще такой обмен дырка 2 ну а после залепил их латками приклеив обычным супер клеем после такого ремонта максимум где он взял 30 лоток километр проедет и камеры начнут спускать хотел было его еще обоссать но думаю я не знаю чуваки но это вообще мерзкие какие-то поступки прямо очень хреновые это уже будет перебор из довольно перебор там все там уже гнилых и овощей мне кажется вот так вот бы хватило зачем еще дырки делать проделанной работой ужасно покатил его на обмен само собой это чепушила ничего не заподозрил я дал ему велосипед он не приставку и я отправился домой с гордо поднятой балдой дома радакам рассказал сказку что мне приставку подарил мой сердечный и святой дружище век его не забуду и уселся срочно играть в приставку целый день играл аж до самой поздней ночи понимаю я тоже так бывало рассиживался тогда когда от бати получил леща спать иди ушлёпок а на утро стою довольный счастливый но конец то моя мечта сбылась радости бы я чувствую сейчас будет какой-то подвох было столько что вот-вот от нее обоссусь и как только я приготовился усадить свой довольный зад возле приставки вдруг слышу в двери кто-то как-то подозрительно начинает стучать батя открывает дверь и я смотрю а на пороге стоит это чепушило ведь в соплях и ноет как баба а рядом стоит его маман и держит мой велосипед и отбирить мадрид и тут я понимаю что моя мечта сейчас покинет меня ох надеюсь что покинет потому что нельзя так поступать значит и сам себе проткнул колеса а замечательная карма это было пол беды как помимо того что приставку забрали так еще и отбали за то что отдал велосипед получил ножной так сказать выиграл ну и правильно правильно только как бате сразу ты не понял что велосипеда дома нет ай больно ай больно блин на по баба бать его ногами пинает это конечно что вообще жесть но я не знаю ребешков там хотя больно ну а дальше а дальше я полдня сидел и как доставал с велосипеда мусор который сам же из-за не от такой приставки я мечтал это хорошо что карма тебя на настигла прям сразу они через несколько лет до чего могу сказать друзья видос так-то хороший но знаете в какой раз я убеждаюсь что x2 dead в детстве был прямо очень хреновым ребенком потому что но серьезно чё это такое обсывать двери учителям делать вот такие вот подставы людям с которыми ты обмениваешься по моему это просто ужасно омерзительно и ужасно низко с его стороны надеюсь сейчас он изменился просто я его не знаю лично поэтому не могу судить его такой как он сейчас поэтому пожалуйста друзья и в точнее фанаты x2 dead не надо мне ставить дизлайки за мое мнение но я думаю вы сами согласны что это не очень хороший поступок но если вам понравилась моя реакция ставьте под ней лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под роликом а с вами как всегда был ребором всем спасибо за просмотр всем пока